What's up, it's Mitch from Suicide Silence. You're watching PitKMTV. Fuck you, I hate you. I'm in Suicide Silence. Yeah. Да, Митч, что значит для тебя мир татуировок? Что вообще ты думаешь о татуировках? Тату. Это, это запачкать свою кожу? Какая была твоя первая татуировка и во сколько лет ты ее сделал? 16 или 17 лет на коленке. На какого человека ты посмотрел и подумал, вау, я тоже хочу татуировку? У меня был пирсинг, и я такой из года в год больше в большие, делал все дырки в носу, в ушах, и я подумал, почему бы мне не познакомиться с тату-мастером. Из моих знакомых ни у кого не было татуировки, я подумал, почему бы мне не быть разукрашенным. По гайду я увеличивал себе туннели, пробил себе нос, как у тебя, тем самым добавив еще очередные большие дырки у меня. Я не был еще достаточно уродливым, и поэтому я решил познакомиться с тату-мастером, моим лучшим другом, Джоном Кэмери. Он забил мне все тело, и я встретил его, и он унес меня на крыльях и сказал, тут много работы. И это стало началом прекрасной дружбы. Неплохая была у вас связь. Да, он обрисовал мне все тело, все, кроме пальцев. И вот этого. Все остальное его рук дело. Все, плечи, руки, ноги. Какие три татуировки у тебя любили? Это мой член. Где-то вот так. Это не шутка. Да, вот вы кричите. Мой хуй выглядит как... Минутку. Все еще хочешь меня? Окей, три самых значимых татуировки на твоем теле. Итак, первая татуировка для моей дочери, Кеннеди, цветок. Весь рукав, вся рука посвящена моей дочери. Она сделала в японском стиле защиты от демонов. Защищает детей от злых духов, от неприятностей. И выходит так, что черт протягивает руки к моему цветку Кеннеди. Она значит больше всего для меня. Как ты считаешь, какие самые три лучших тату-мастера? Джон Кэмери, Джон Кэмери, Джон Кэмери. Блять, он делает прекрасные татуировки. Посмотрите, все очень качественно. Что еще надо? Прекрасные, прекрасные, прекрасные. И, кстати, она еще не закончена, но будет закончена. Скоро. Какая была реакция твоих родителей на то, что ты сделал себе татуировку? К черту мою семью. Мой батя крутой. Моя мама крутая. Вот. Все вот так. Есть нелюбимые татуировки? Да. Вот. Кавил себе на пальцах китайские знаки. И это выглядит очень плохо. И это стирается. Делая все это отвратительно. Покажи тату-ху камере. Ебаный Китай. Отстойно для тату. Как ты относишься к такому теме, как мейнстримные татуировки? Люди, которые видели татуировку, и такие, о, я сделал себе такую же. И как мерзкий. Я иду, и ко мне подбегают дети, говорят, о, я хочу себе такую же тату-ху. Это сосёт. Это не оригинально. И художник сосёт. Он может придумать тебе эскиз, но просто копируешь. Это отстойно. Выглядит как говно до конца твоих дней. Отвратительно. А что если люди копируют твою тату? Ооо. Когда я вижу людей, которые копируют мои татуировки, эту сову, большую сову, грудь, шею, и я им так говорю, вау, в эту тату говно. Это выглядит как говно. Это просто-просто отвратительно. Мне плохо за них. Я спрашиваю их, зачем вы это делаете? Это выглядит ужасно. Твой тату-мастер-пендик, и он сосёт. Мне очень грустно, когда я вижу людей с татуировками моего тела на ихнем теле. Это очень отвратительно выглядит. Это самое ужасное, что может произойти. Это выглядит ужасно. Это самый глобальный пиздец. Очень отвратительно. Ты смотришь на них и говоришь, у меня нет слов. Это просто пиздец. Боже, какие у тебя татуировки. Боже, ты объебался. Тебе жить с этим до конца твоих дней. Это грустно. И самое-самое ужасное, это то, что ты плачешь много денег за то, чтобы скопировать чьи-то татуировки, а не придумать свои. Это ужасно. Просто, блядь, пиздец. Значит, тебя очень сильно бесят тех, кто копирует твои татуировки. Значит, это твоя идея. И никто не должен ее скопировать. Просто люди, которые так делают, думают, типа, «Миш Лагерд! Миш Лагерд!» Это как просто, блядь, уходи отсюда. Ты делаешь татуировку, потому что она что-то значит для тебя. Это цветок моей дочери. Он значит для меня. Это татуировка. Подсвечается моей жене. Если ты делаешь татуировку, и она ничего для тебя не значит, не делай татуировку. Потому что через 4-5 лет это будет просто бесполезное повреждение на твоей коже, которое подтверждает ее бесполезность. Это все? Да. Три, два, один! Ха! Она споймала! Давай, твоя очередь. Тоже споймал. И ты! Ты! Один, два! Один, два! А, вот, споймал! Один, два, один, два! Один, два! Продолжение следует...